Всех приветствую из студии универсального формата. Вы, собственно говоря, смотрите наш эфир. Мы, как всегда, в прямом эфире 202.11.22. Меня зовут Юлия Север и я желаю вам хорошего настроения. Ну и, конечно же, призываю вас стать участниками нашего эфира. Позвоните к нам в студию, задайте свой вопрос нашим гостям. Ну и, конечно же, ждите розыгрыша призов. Сегодня разыграем очень интересный подарок, а именно билеты на замечательного комедианта Руслана Бела, который состоится в Максимилисе 15 марта. Что ж, я думаю, за этот предстоит бороться. Так что внимательнее смотрите наш эфир. Ну и, конечно же, присоединяйтесь к нашей беседе. Сегодня поговорим о таком турнире, как «Волжская легенда». Совсем скоро стартует он в Самаре, точнее уже стартовал, да. Совсем скоро станут какие-то интересные турниры, какие-то интересные бои. Вот как раз об этом, как раз об организации турнира, кто сможет стать его участником и так далее, нам расскажут сами организаторы, наши гости сегодняшнего эфира. Итак, я вам представляю. У нас сегодня в студии Антон Бердников, организатор турнира, собственно говоря, генеральный директор компании «Катур». Здравствуйте, Юля. Рядышком сидит Максим Липатов, тоже один из организаторов эфира. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, Юля. Дмитрий Липов, партнер турнира, спонсор, который, собственно говоря, помог сделать так, чтобы этот турнир тоже имел место быть. Ну и Никита Новиков, победитель первого отборочного гран-при «Волжская легенда», боец, спортсмен, красавец, студент, как нам сказал он за эфиром. Что же, здравствуй, Никита. Добрый день. Итак, еще раз повторяю, что работаем мы в прямом эфире, 202-11-22. Звоните, не стесняйтесь, задавайте свои вопросы, ну или, быть может, просто передадите привет, может быть, кому-нибудь узнали из наших гостей. Здоровайтесь, я думаю, им будет приятно, выскажите какое-то свое интересное мнение. Хорошо, давайте поговорим о самом турнире. Ну, что это такое, во-первых, рассказываем. Как давно живет в Самаре «Волжская легенда», чему посвящен, собственно говоря, турнир? Турнир «Волжская легенда», ему уже больше года, он еще молодой, но мы стараемся набирать обороты очень быстро. Вот как раз мы принесли в студию пояс чемпионский, один из которых будет, ну, заберет победитель 21 марта как раз. Этот турнир, он будет третьим, и он будет профессиональным. Это логическое завершение первого круга нашего, вот, то есть второй круг уже начнется, также с отборочных, ну и так далее, и так далее, по логической цепочке. Вот, что турнир значит для города? Ну, наверное, это бойцовское шоу, которое привлекает зрителей и спортсменов для участия. Хорошо. Рассказали немножечко об отборочных турах, как вообще состоялся эфир, как, по каким критериям, какие этапы необходимо было пройти спортсмены, чтобы, собственно говоря, вот оказаться 21 марта на ринге? В финале на ринге либо показать себя просто как профессиональный, да, боец, мы приглашали дополнительные бои делаем, и пока один-один бой у нас будет дополнительный. Вот, а чтобы в финальные поединки за звание чемпиона, ну, получить как раз этот самый пояс, нужно было отобраться на отборочных, это было 15 февраля 2014 года и 11 октября. Вот, и победитель этого гран-при как раз сходится за пояс чемпиона. Как это происходило на отборочных, это по системе гран-при, то есть, ну, не знаю, по футбольному, я бы выразился, это плей-офф. То есть, за один день человек проводит 4 боя, вот, и таким образом отбирается, вынослив свое показывая и характер, тем самым завоевал звание финалиста и вот бьется. Угу. Слушайте, ну, прям такие, такие рассказы, не жестоко ли это, либо это все равно все-таки в первую очередь спорт? Это спортивно. Это спортивно. Да, да, естественно. То есть, мы всем нашим телезрителям говорим, что это спорт, это в первую очередь какие-то спортивные правила? Конечно, это неподпольные бои, конечно, это правила, это, естественно, качественные условия, то есть, это все по нормам государства, все там, собачка в самом начале мероприятия проходит, проверяет помещение, вот. Все, по-моему, даже лучше, чем нормы государства. Слушайте, ну, за год турнир, мне кажется, уже успел как-то так раскрутиться в Самаре. Благодаря кому это? Кому спасибо? Партнерам, спонсорам? На самом деле, кроме как бы партнеров, спонсоров каких-то, да, соорганизаторов, еще кого-то, на самом деле это за счет спортсменов и за счет зрителей, потому что если бы не было спортсменов, не было бы и зрителей, не было бы и спроса на мероприятия, поэтому большое спасибо, на самом деле, тем, кто приходит на наши мероприятия, спасибо большое, вот, потому что их очень много, полные залы набиваются, ну, жаргонное такое слово, немного, много, но отражает реальность. То, что приходит людей и очень много, и иногда даже может не хватить кому-то места. Слушайте, у меня к вам такой вопрос. Ну, немножечко от темы отхожу, но все-таки наверное, все-таки к Никите будет как к спортсмену. Есть ли какие-нибудь любимые фильмы, мне кажется, как представляешь, очень много интересных каких-то кинолент, именно посвященных спорту, посвященных боям. Есть любимые фильмы? Ну, наверное, это все части «Роки». Ух ты, хорошо. Есть что-нибудь, ребят, у вас? Ну, тоже же близки. Ну, тоже киндит по-посъединению все части «Роки», конечно, да. Ну, и знаете, такой жанр, немножко жестокий, но мне больше нравятся триллеры, допустим. Очень люблю жанр этот. Ну, и, в принципе, такого предпочтения, что какой-то определенный фильм нет. То есть, как бы, люблю то, что смотреть. А вот, кстати, как к Антону, как к идейному вдохновителю, как организатору эфира, турнира. Никакого ли быть фильма вот такую идею подкинул? С подвиг? С подвиг? Да, на самом деле... Я как-то не задумывался об этом. Не задумывался об этом? Естественно, да. Просто делаем мы все, как бы, не опираясь на какие-то фильмы. Тем более, да, я больше люблю документальные, про спорт как раз вот, если говорить. Поэтому какой-то художественный фильм, наверное, нет. Слушайте, ну, мы спросили у наших телезрителей, у наших жителей города, какие фильмы они предпочитают. Давайте посмотрим этот небольшой опрос и вернемся в студию. В основном, научно-популярные какие-то фильмы, которые больше развивают. У всех, кроме мелодрама, скорее. Почему? Ну, как-то не очень, я сентиментальная. Вообще история. Исторически. Почему? Очень интересно. По жанрам разным, потому что я мелодрам... Ой, киноманка. Вот. Поэтому я люблю и комедии, и ужасы, и триллеры, все-все-все-все-все-все. Но главное, чтобы это был не наш. Почему? Ну, наши просто уже перестали так снимать, как они снимали раньше. Отечественные фильмы, да, они интересные, их можно смотреть и сейчас. А современный кинематограф, я думаю, что он уже не такой, какой он был раньше. Комедия. Почему? Ну, жизнь. Как сказать, позитив. Разные. Исторические приключения, фэнтези. Ну, много чего. Советский больше. Почему? Ну, не знаю, нравится. Нравится исторически. Исторические. Вот. Комедии. Я в основном или детективы смотрю, сериалы. Ну, или исторические, или какие-нибудь политические. Что ж, ну, наш вопрос для телезрителей будет тоже связан как раз с фильмом. Посмотрите, пожалуйста, внимательно на свой экран и скажите, из какого уже фильма этот кадр. Ответите верно. Да, собственно говоря, получите два билета на концерт Руслана Белого, который состоится в Максимилисе 15 марта. 202-11-22. Звоните, уважаемые телезрители, по этому номеру телефона. И, собственно говоря, предлагайте свои ответы. Быть может, вы знаете, из какого фильма этот кадр. Вы не знаете? Догадываюсь, но не буду говорить. Догадываюсь. Хорошо, молодцы. Что догадываетесь? О турнире. Собственно говоря, наверное, хочу к Максиму обратиться как к одному из организаторов тоже турнира и поговорить о судьях. Кто судьи? Кто жюри? Как отбирались именно те люди, которые будут решать? Кто станет победителем, кто нет? А, ну, по поводу судей, наверное, все-таки вопрос к Антону. К Антону все-таки. Да, к Антону вопрос. Немножко занимается другой частью. Он может рассказать про свою часть. Хорошо, Максим. Рассказывайте, чем занимаетесь вы? Что же организуете? А, я организовываю, то есть я занимаюсь одеждой непосредственно. Тейвы Спорт Виа называется наша марка. Занимаюсь посредственно... Это мерч турнира, да, и как бы спортивная одежда, которая, ну, так сказать, реклама для турнира. Да, все верно. Реклама для турнира, и как бы, в принципе, одежда у нас сейчас была фотосессия уже с моделями, сейчас вот буквально на них будем укладывать уже в интернет, на наш сайт. Вот, также можете посмотреть. В принципе, сейчас из одежды, на самом деле, только начали заниматься и сделали, то есть выпустили майки, ну, вот, вложка легенды «Честь отвага». Вот, и спортивные штаны АТЭВ и Спорт Виа. Вот, в данный момент пока все, но задумки, на самом деле, очень большие, то есть в планах очень много, что сделать. Вот, будем к этому стремиться. А майки и, собственно говоря, ну, одежду, которую вы выпускаете, это принадлежит только спортсменам-участникам турнира, либо можно приобрести и зрителям? Вот, это как раз отдельная линейка для зрителей, для спортсменов своя, то есть, да, вот, допустим, Никита сидит в клубной толстовке. Вот, опять же, также от нашего спонсора, который нам предоставил все это трейлхеды. А, собственно говоря, те майки-футболки, которые сейчас производятся, они будут для зрителей, которые смогут их приобрести, как-то вложить тоже и сказать, что я болею, я любитель и так далее. Хорошо. О жюри, коль уж спросила, я думаю, необходимо все-таки ответить, кто же жюри, как отбирались? По поводу судей, ну, они не отбирались, это как бы сложившийся коллектив наш, да, и для повышения квалификации мы приглашаем Игоря Демидова, это судья, у него своя судейская коллегия, точнее, ассоциация судейских судей, вот, и они ездят по СНГ, да, и судят профессиональные турниры. И поскольку у нас все-таки это большой шаг сделать полноформатный профессиональный поединок и турнир, в частности, мы пригласили опытного судю, главного, вот, который, как бы, не знаю, даст новый вектор развития нашему коллективу судей. Ну, что ж, я вас поздравляю, действительно, это так. Так, вы получаете билеты на концерт Руслана Белого в Максимилинс, отправляетесь вы 15 марта. Я вас поздравляю еще раз. Да, действительно, это «Путь дракона», фильм 1972 года, снят в Гонконге. Ну, и, собственно говоря, многие, наверное, спортсмены, многие, наверное, любители каких-то боевых искусств предпочитают этот фильм. Ну, хоть он и по меркам современным уже староват, ну, я имею в виду 1972 год, но он, это классика, наверное, это классика какого-то такого боевого искусства, фильмы именно о боевом искусстве. Законодателем. Что? Брюс Лижев, он законодатель таких фильмов. После него начали снимать. Хорошо. А, Никит, хочу обратиться к тебе как к участнику турнира. Как вообще узнал, как вспоминаешь свой... Нет, давай начнем не с этого, давай начнем вообще с твоей карьеры. Как давно занимаешься спортом? Каким спортом? Что предпочитаешь? Ну, спортом я занимаюсь с самого детства. Это был и волейбол, и футбол, и баскетбол, и гимнастика. Но как-то ни один вид спорта меня не цеплял. Пять лет назад друг привел меня в секцию рукопашного боя к тренеру Гаврину Алексею Николаевичу. И тогда я понял, что вот он, вот он мой спорт, это мое единоборство. Я влюбился в этот вид спорта и до сих пор живую. Именно по правилам ММА первый бой у меня был в 17 лет. Я поехал на турнир в Екатеринбург. Я был самым молодым участником. Провел четыре боя, три выиграл. В финале, к сожалению, проиграл и занял второе место. Для меня это был отличный опыт. И как раз после этого я понял, что вот по ММА теперь только по ММА хочу биться. Про турнир «Волжская легенда» я узнал из интернета. Это была отличная возможность побиться именно в Самаре. И воспользовался ей, победил. Теперь хочу воспользоваться следующей возможностью, выиграть вот этот пояс. То есть так присматриваешься. Я, кстати, предлагаю его подержать, ощутить его вес. Нет, не Никите. Нет. Никите нельзя попадать. Давайте я попадаюсь. Слушайте, ну действительно, это необходимо иметь крепкий такой... Ну чтобы ощущалась радость победы. Победа достается тяжело все-таки. Да. В любом случае. Да. Да? Хорошо. Ну есть мечта? Конечно. Безусловно. Замечательно. А есть ли какие-нибудь такие интересные моменты? Вот, к примеру, я не знаю, у многих спортсменов нельзя трогать другие какие-то предметы, другие какие-то... Поэтому он и не... Да. То есть ему нельзя трогать, так? Ну как одевать. Угу. Да. А почему? Есть какая-то такая... Ну это вот к нему вопрос, на самом деле. Ну это плохая примета. Плохая примета для кого? Для... Для спортсменов. Для бойцов. А что будет значить? Что не... Только вот сейчас примерит, но никогда не достанется? Что ты можешь его не получить, да. Слушайте, ну это интересно. Ну это как свистеть дома. Угу. Слушайте, интересно, хорошо. А к Виталию, собственно говоря, вопрос как к спонсору, как к партнеру турнира. Ну как давно узнал о турнире? Как вообще сошлись с ребятами? Давно ли знакомы? Или, быть может, привлекали как-то, не знаю, увидел, услышал? Рассказывай свою историю. Турнир я узнал год назад, наверное, когда он только первый раз. О нем узнали все самарцы. Да, загремел. Потому что сразу, на самом деле, ребят, но мне кажется, сразу турнир, вот как только появился, так сразу какие-то интересные новости в социальных сетях. Мы были у вас до первого турнира еще, как бы, когда только... Конечно, телеканал Самарагис, плюс помог, хорошо. Давайте. Ну, Антон непосредственно пришел к нам в магазин, и у нас состоялась беседа, то есть, в принципе, перспективное мероприятие. Мы уже можем поддерживать такие мероприятия, то есть, заинтересованы в том, чтобы ребята выступали, занимались спортом, они курили в подъездах и выпивали в парке. Ну, то есть, таким образом... Ну, и направленность в магазин, и нашего турнира, они, как бы, одна, поэтому, как бы... Тут все сошлось. Да, тут, как бы, разговор был короткий, как бы, ему все понравилось, и мне все, естественно, тоже. Хорошо. А ну, сами вообще занимаетесь ли спортом какой-нибудь... Да, занимаюсь. Я в прошлом очень много занимался спортом, занимался кюкушинкой и каратэ, ну, выступал по детям, то есть, ну, в принципе, хороших результатов добился. Сейчас более как-то... Во взрослой жизни уже не успеваешь каждый день тренироваться, нужно выбирать либо спорт, либо, собственно, бизнес. Сейчас занимаюсь, занимаюсь боксом, бегаю. Ну, для себя уже. Играю, да. То есть, спортом дружу, всем советую, то есть, спорт, хорошая мотивация. Слушайте, ну, а почему именно название «Волжская легенда»? Почему такое название? Кто придумывал? Мы придумывали с одним из организаторов, он, кстати, и выступает, вот, сидели просто на кухне, я вам, по-моему, рассказывал уже, мы сидели на кухне... Ну, давайте напомним нашим телезрителям, мне-то, может быть, и рассказывали, а наши телезрители так или иначе прибавляются, прибавляются с каждым годом. А, да, кстати, мы придумали название, ну, как бы, я не знаю, как это происходит, но просто как-то возникает, просто и все. Ну, чувство патриотизма за город, который стоит на Волге, да, плюс мы отталкивались от того, что к нам могут присоединиться какие-то города, которые тоже на Волге стоят, и объединить тем самым города, которые, ну, причастны к нашей реке. Вот, а легенда, ну, как бы... Чтобы действительно была легенда. Чтобы была цель создать легенду, да. Легендарная, как бы я что-то хотела сделать. Хорошо, ну, люди, участники только либо сейчас из Самары, либо ваша мечта уже осуществляется и из каких-то других городов. Рассказывайте, кто. Осуществилась. Ой, ну, это география достаточно обширна, то есть это Москва, Сыктывкар, ближайшие города, Ульяновск, Саратов, Тольятти, естественно, как бы... То есть, ну, всех не перечислить, там много достаточно людей. Вот, я не знаю, как бы, есть Вячеслав Юросский такой, я не знаю, из какого он города. Вот, он по всей стране ездит, участвует в турнирах и в нашем, естественно, тоже поучаствовал. А что говорят участники из других городов? Насколько хороший уровень вашего турнира, насколько они оценивают? Наверняка же как-то какая-то, может быть, и критика есть, либо, наоборот, какая-то похвала есть. Ну, я думаю, лучше ответить Никите и Виталик. Ну, я не из другого города, но хочу сказать, что... Ты уже участвовал наверняка в таких турнирах. Да, я хочу сказать, что турнир стартовал уже с высокой точки и продолжает подниматься вверх по уровню организации, что, в общем, приятно. Уже всего за два турнира дошли до того, чтобы организовать третий профессиональный. Любительские другие организации довольно-таки долго для этой точки идут. То есть, ну, а как соперники твои оценивают саму организацию, я имею в виду? Ну, я не разговаривал с ними на эту тему. Хорошо, то есть соперники, они все-таки соперники, поэтому с ними не надо. Я думаю, показатель это количество участников все-таки. Единственное, что я могу добавить, да, ну, там, минимум 70 на одном мероприятии, это на отборочном. На профессиональном, естественно, это уже меньше, потому что это профессионалы. Да, мы сами составляем пары, вот, а примерно от 70 человек на отборочных. Это занимает весь день, чтобы они все отбились, собрались. Что ж, я напоминаю нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире 202-11-22. Телефон ждет ваших звонков. Можете задать какой-то вопрос нашим, собственно говоря, друзьям, организаторам эфира «Волжская легенда». Да, быть может, вы хотите стать его участником, либо зрителем. Я думаю, наши гости с удовольствием ответят на ваши вопросы. Ну, а пока давайте посмотрим сюжет. Весна на улице. Весна действительно радует своими солнечными лучами уже. Ну, и что же является символом весны для наших жителей, сейчас узнаем. Символ начала весны. Ну, я думаю, цветение вербы, я так думаю. Ну, и резкая смена погоды с зимней на весеннюю. Я выхожу с собачкой гулять, да? Птички чирикают. Сейчас, по-моему, уже скворцы появились. И вот это чирик-чирик. Вот это вот. Если солнце, это все. Когда солнышко пригревает, снег тает, птички поют, небо голубое. Это все преддверие весны. Ну, побольше солнца. Солнце, наверное, сетку. Ну, и 8 марта. Вот все как-то стараются в подарочки. Какое-то настроение друг к другу подняться чем-то. Хорошими таким цветами, подарками. Когда снег растает, уже начнут птицы петь. Цветок растет на подоконнике. И когда он зацветает, обязательно весна наступает. Как только он собирается цвести, значит, скоро тепло. Солнце. Когда солнышко, жизнь возрождается. Ну, а птички поют еще весна. Птички поют, ручейки. Да, ручейки текут. Символом начала весны, наверное, является больше всего женщина, которые, как бы, выглядят еще красивее. Вот. Наряднее одеваются. Начало весны. Ну, весна – это сыр все время с пробуждением. Насчувствуется в природе, в боевом духе людей. Ну, конечно, это талая вода. Свет солнца. Турнир «Волжская легенда» 21 марта пройдет у нас в Самаре. Собственно говоря, об этом ведем сегодня беседу. Что ж, мы поговорили уже о жюри турнира, о участниках, что это действительно большое количество участников, большое количество желающих проявить свою силу, показать свои какие-то способности. Для зрителей, чем будет интересен турнир? Сколько вообще, кстати, зрителей примерно вот так вот приходит? Вот уже сказали, что стоялось три, правильно? Два. Два. Это будет третий. Сколько приходилось зрителей? И, кстати, ну, второй вопрос будет мой следующий. Сколько пока? Да, статистика. Статистика именно. Ну, я, наверное, не буду раскрывать секрет, но полные залы. Полные залы. Да, пускай лучше не будут люди знать, сколько людей, пускай лучше приходят и наслаждаются атмосферой. Слушайте, ну, мы так собрались, точнее, я единственная представительница прекрасной половины человечества. Бравые ребята сидят вокруг меня. Все-таки девушкам интересен такой турнир, интересно такое мероприятие? Бывают ли вообще? Конечно. Девушек очень много, на самом деле. Да что вы. То есть они, наверное, отбирают сильных, бравых парней, опять же. Ну, некоторые из них приходят поболеть за своих, как раз, молодых людей. Да, и некоторые, да, естественно, как бы видят смысл прийти и там познакомиться с парнем. Ну, как бы, я так думаю. Потому что, ну, не в клуб же идти. Ага. То есть это, пожалуйста, еще одна причина сходить к вам на турнир, отправиться на мероприятие, познакомиться, найти свою вторую половинку. Весна, в конце концов, пора влюбленности и необходимо что-то такое интересное, какое-то мероприятие, где действительно можно познакомиться с хорошими ребятами, спортсменами. Так? Да. Вопрос мой в следующем звучит, собственно говоря, 21 марта. Все ли готово к турниру уже или какие-то еще малейшие организаторские такие штучки, они остаются за вами? Можно ли сейчас принять участие в турнире? Вот, в принципе, не так остается много времени. Либо все уже, заявки закрыты, только можно в качестве зрителя. Да, действительно, уже заявки закрыты, ну, как это говорят, заявки. На самом деле, на профессиональный турнир мы уже сами подыскиваем пары, так что тут уже от нашего желания зависит, кто будет участвовать. Дополнительные бои, я имею в виду. По поводу, готов ли турнир или нет, да, он готов. Есть небольшие моменты, да, мы их все как будто... Ну, это все улажно, это все вот так, сглазится то. Ну, все уже готово. Другие города готовы выезжать, ринг ждет, пока его будут собирать, вот, и так далее, и так далее. Люди покупают билеты, стремятся попасть на турнир. У Никиты хочу спросить, наверное, в чем заключается смысл победы, не смысл даже, а от чего зависит победа? От того, что насколько слаб соперник, или от того, что, не знаю, ты находишься в таком хорошем пребывании, там, чувство, что ты выспался в конце концов? Ну, я думаю, 80% это подготовка. Подготовка. Это насколько тяжело ты вкалывал на тренировках, насколько ты хорошо питался, в конце концов, насколько хорошие у тебя с парнем партнеры. Все, все, все. Это очень много компонентов. Побед состоит из многого. Ну, частичка удачи присутствует? Должна? Есть ли? Я думаю, есть, но минимально. А как готовишься сейчас к турниру? Ну, я занимаюсь в нескольких залах. Это гладиатор у Алексея Николаевича Гаврина, про который я уже говорил. На улице Подшипникова в боксерском зале, в Спартаке занимаюсь физической подготовкой. На Ленинской, 202, занимаемся в профессиональной федерации кикбоксинга у Рискова Алексея. Подготовка, в общем, закончена. Осталась одна неделя. Это подгонка веса. Немножко надо ухудеть. То есть, а питание тоже как-то регулируется? Да, конечно. Следим. Это очень важный момент, потому что у нас же весовые категории. И надо попасть в свой вес. Хорошо. Ну, сейчас весна. Это, наверное, то время, когда многие слышат, что авитаминоз, не хватает витаминов. Как ты восполняешь этот запас? Потому что, мне кажется, весна – это сложное время для спортсменов. Ну, я стараюсь употреблять много овощей и фруктов, свежих в первую очередь. И также витамины. Так что таких проблем вроде бы нет. Хорошо. Давайте узнаем, сталкиваются ли с проблемой авитаминоза, нехватки витаминов наши жители города. И после вернемся в студию. Народные средства – это пить побольше настоев, травных, соков, свежих желательно, которые сами сделали. Ну, и овощей, фруктов побольше. Ну, фрукты вообще всегда надо есть, тогда авитаминоза не будет. Кушаешь фрукты, если не хватает, кушаешь витамины. Наверное, заниматься зарядкой, пить соки. Ну, во-первых, надо к доктору обратиться. Он всегда скажет, а как вам сказать еще? Если взять, поесть витамины, яблоки, сливы, там, фрукты, овощи, пожалуйста, тоже будет очень полезно. Вот. Если чеснок, то можно покушать. Наверное, фруктов побольше, витаминов, настроение улучшается от внимания, опять же, от мужского. Все. Витамины надо пить, да, потому что из фруктов вряд ли мы получаем необходимую дозу. Витамины пить, фрукты кушать, ну, и какие-то полезные продукты, отрубить. Банально, есть побольше фруктов. Радоваться жизни больше всего. Если человек радуется, чувствует себя счастливым, я не думаю, что он будет болеть. Иногда помогать в состоянии небольшой влюбленности. Если ты любишь кого-то, даже нереальный объект, то это вдохновляет. Я пью витамины. Витамины, фрукты, овощи. Ну, вроде бы ничего. Апельсины. И цвет поднимает настроение, и цитрус поднимает настроение. Что ж, ну, а мы просто улыбаемся, рассказываем об интересных мероприятиях. Собственно говоря, от этого нам становится тепло и весело на душе. Вот как раз сегодня говорим о «Волжской легенде». Турнир, который состоится 21 марта у нас в Самаре, который уже успел сгреметь, который набирает обороты. Я думаю, что действительно продвинется дальше, только вперед. Хочется предоставить слово Виталию как партнеру, как спонсору турнира, который, собственно говоря, опять же, хочет сказать спасибо. Наверное, я так понимаю, хочется, Антон, сказать спасибо? Да, мне очень хочется сказать спасибо за то, что нам помогает, за то, что помогать парням готовиться. Мне, как спортсмену, тоже хочется выразить свою благодарность за экипировку предоставленную. Она, в общем, важна, и она понижает травматичность. В общем, спорт у нас серьезный. Виталий, как давно вообще занялся именно спортивной одеждой, экипировкой? Ну, наш магазин «Вайрус» уже существует около двух лет. То есть два года мы работаем, все как-то спонтанно пришло, как, наверное, во всех великих начинаниях. Мы сидели с друзьями, решили, почему бы нам не открыть собственное дело. Причем сами спортсмены, сами занимались. И, собственно, это та ниша, наверное, которая приносит удовольствие. То есть о какой-то речи, о каких зарабатываниях больших денег не идет речь. Ну и, собственно, в плане поддержки спортсменов я узнал, что в Самаре очень много ребят, у которых элементарно нет даже шлема, чтобы тренироваться. То есть меня это зацепило, как бы, с одной стороны. Я решил, что мы, в свою очередь, можем помочь. То есть каждый человек, он должен что-то сначала дать, чтобы потом получить. Ну, мы решили таким образом, как бы, ребятам приятно, и мне приятно, нашему коллективу. Ну, экипировка качественная, я надеюсь, без травм. Без травм? Без травм. Замечательно. А что входит? Допустим, я, как простой обыватик, не представляющая вообще, насколько важна одежда для спортсменов. Что самое главное? Шлем? Самое главное – это капа, бинты, перчатки, щитки, шлем. На самом деле много чего важного. Самое главное – и перечислил все свои, наверное, одежды. Не всю. Не всю. То есть это действительно очень важно? Да, конечно. Потому что, ну, а может это быть одним плюсиком к победе? Ну, конечно, потому что… Минимизировать болевые ощущения все-таки, да? Да, тренировок, да. Можно травмироваться. А качественная экипировка, которую нам предоставляют, она понижает этот риск. Как у организаторов, хочу спросить, вот все-таки после каждого турнира, я понимаю то, что организовать то или иное мероприятие, это на самом деле очень сложно, это выкладываешься, какую-то выкладываешь душу и так далее. Вот после того, как пройдет турнир, вы выдохнете, скажете, ура, все прошло, либо нет, опять что-то следующее пойдет, опять какой-то новый турнир, опять какой-то новый бой будет. Что будет после 21 марта? Я думаю, 22-го мы отдохнем, а 23-го начнем заново. Да. Все снова, с самого начала. Да, так мало. То есть не так, что, ух, слава богу, прошло и... Нет, нет. Это как бы наша жизнь, это, как вы уже сказали, душу мы вкладываем, поэтому... Поэтому зачем останавливаться, зачем месяц-два ждать? А когда следующий тогда состоится, возможно, бой? Уже, может быть, есть какое-то расписание, нет? Это мы всегда держим в секрете и раскрываем только за определенное время перед мероприятием. Ах, какие вы такие интересные секретники. Хорошо, ладно, замечательно. Что ж, ну у меня есть тоже небольшой сюжет, собственно говоря, к теме, которые зашли, о ценностях жизни. Вы все-таки считаете, что это действительно детище ваше, как организаторов, то, что вы придумали, что это состояло, что это нравится народу. Наверняка для вас это тоже какая-то ценность, я думаю. Конечно, да. Что ж, ну давайте узнаем, что же ценного у наших жителей города. В жизни, в здоровье близких. Семья, любовь, здоровье близких, мне людей. Ну, конечно, на первом месте это вера. Доброта, друзья, дружба. На первом месте, наверное, все-таки, прежде всего, своя собственная жизнь, потом здоровье, ну и окружающий мир. Здоровый образ жизни. С ценностями здоровья, любовь. Здоровье, семья, любовь. Ну, семейные ценности. Какие? Своим уважением, любовь, порядочность. Ценностями основными, наверное, доброта, честность, преданность. Ну, самое главное, наверное, вот, все-таки доброта и честность. Доброта и честность. Вот так ответили жители нашего города, что является самыми главными ценностями жизни. А что является главным на ринге? Все-таки должна ли присутствовать между спортсменами какая-то, не знаю, доброта, честность? А доброта? А доброта? Как вообще, вот, вы добрый человек по жизни? Я, на самом деле, по жизни считаю, что я добрый человек. Добрый, добрый, да. А на ринге? А на ринге нет. На ринге я жестокий. А как же вы отключаетесь? Ну, это как-то так само происходит. Это боевой режим, можно сказать. А потом не стыдно за все какие-то такие согрешения, которые ударил человека в конце концов? Нет? Ну, нет, это же спорт. И это обычное дело. Не обижаете? Нет, нет. Замечательно. Для этого в конце поединка они пожимают руки, обнимаются. А не было такого, что я тебе пожму руку, ах ты, сделала мне боль. Не было такого? Нет. После... Когда прозвучал гонг, бой закончен, то мы уже больше не соперники. Он такой же человек, мы друзья. Слушайте, ну это очень сложно, мне кажется, на самом деле. Чисто психологически даже отключиться какие-то свои такие интерес... Да нет, нет. Это все-таки надо прожить, наверное. Да. Тогда все поймешь. Хорошо. Не буду лезть, не буду с вами спорить, потому что, ну, вы, собственно говоря, в этом профессионал. Поэтому я просто, как обыватель, расспрашиваю вас, уж извините, что мне это все интересно. Хорошо. Ну, давайте теперь раскрывать тайны. Я понимаю, что вы... Мы сегодня сказали, что вы действительно держите очень долго под секретом, но, думаю, сейчас это уже не секрет. Где, во сколько, когда состоится турнир, кого приглашаете, кого зовете? Пожалуйста, вам слово. ДК «Металлургов», 21 марта, проспект «Металлургов» 75, в 18.00 начало. Зовем всех, как бы, без исключения, приходите, будем рады. Максим, есть что добавить? Ну, кого приглашаете, кому говорите спасибо? Да, ну, еще раз, наверное, Антон, повторюсь, что Антон сказал точнее, а хочу пригласить всех, всех желающих, потому что, на самом деле, будет очень интересно. Вот. Как-то и каждый зритель найдет для себя что-то самое интересное, во первую очередь. Виталий, что можете пожелать вы? Ну, у меня вчера уже в ВКонтакте много друзей писали, спрашивали, что это за мероприятие, стоит ли на него пойти. Парни, все приходите, мероприятие будет классное. Потому что, ну, всех ждем. А не боитесь такого, что будет такой большой наплыв, что скажете, эх, стоп, нет? Да. Но билеты необходимо уже заранее приобретать. Конечно, заранее, да. Билеты необходимо приобретать заранее, не на месте, на месте тоже, наверное, возможно будет. Ну, если они не закончатся. Если они не закончатся. В любом случае, информация есть в цитальных сетях, есть группа, найти волжская легенда, собственно говоря. Во всех билетных кассах города можно купить. Все это возможно. Ну, Никит, что желаешь себе, что желаешь своим соперникам? Ну, себе, конечно, желаю победы. Чтобы вот этот вот пояс заслался. Чтобы забрать этот пояс, да. Также еще раз хочу позвать всех на это мероприятие. Со своей стороны обещаю, что будут красивые поединки, бескомпромиссные. Ну и спасибо кому? Спасибо организаторам, спонсорам, но также спасибо всем, кто помогал мне готовиться. Ну что ж, я надеюсь, что твои мечты. Ну, я не знаю, конечно, возможно, я буду субъективна, но я болею за тебя. Спасибо. У нас сегодня был гостья нашего эфира. Я болею за тебя. Надеюсь, что этот пояс действительно будет очень хорошо смотреться на твоей талии. Правильно? Что ж, вам спасибо, что были у нас. Я не буду его больше носить. Что ж, спасибо большое, что к нам пришли на эфир. Дорогие телезрители, вам спасибо, что были с нами. Я напоминаю, что универсальный формат каждый будний день в 13.05 на экранах ваших телевизоров. Смотрите нас. До свидания. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»